Роман Савельевич Малкин Не побоюсь сказать, выдающийся работник искусств в Советской России и просто России. Рувин Шаевич Малкин Так значилось официально в его паспорте. Но так не было принято писать в советских документах. Официально, с таким именем и отчеством, он никогда не смог бы стать директором не только Малого драматического театра в Ленинграде, но даже директором сельской школы, которой он в свое время тоже руководил. Выходец из маленького еврейского местечка, преодолев безумные социальные разграничения, которые мы сегодня не можем себе даже представить, Став рабфаковцем, голодный и холодный, Роман Савельевич мечтал прорваться в настоящую жизнь, к высшему образованию. И, получая его, свято поверил однажды в идеи советской власти, которая использовала его энергию на самых разных местах, начиная от инструктора райкома-комсомола по сельхоззаготовкам, продолжая директором сельской школы, Затем перебросив его на должность обвалившегося и в прямом, и в переносном смысле Саранского музыкально-драматического театра. Несмотря на это, та же власть его всегда ограничивала в силу официального государственного антисемитизма и не давала ему прорваться дальше определенных пределов. Когда я пришел в театр, чтобы попытаться его возглавить, на письменном столе начальника управления культуры лежал подписанный приказ об увольнении Романа Савельевича с должности директора. Так что его всегда использовали по полной. И никогда по полной не благодарили. Он всегда верил в идею. И самое главное, он верил, что надо что-то честно изо всех своих возможных сил делать. У Романа Савельевича были иногда очень странные взгляды на искусство и на театральное искусство. Наши вкусы никогда не сходились. Но он меня почти насильно заставил стать главным режиссером нашего театра. Как до этого добился, чтобы Ефимий Михайлович Падве стал главным режиссером. Но сейчас я просто предлагаю, чтобы начать, наконец, главную часть нашего праздника, выйти за большую и прекрасную жизнь, которая сегодня, мне кажется, можно сказать, очень непорядка, которой действительно можно гордиться, которой можно завидовать, которую можно считать счастливой, несмотря на то, что она пришлась на напоры, подчас очень несчастливой. Мы так или иначе все переблились с этой жизнью. Мы во многом от нее зависим. Многие из нас, у многих из нас, жизнь пошла бы по-другому, если бы не Роман Савельевич, ни его энергии, ни его любовь, ни его увлечения, ни его странности, ни все то, что есть Роман Савельевич Падву. Я предлагаю выпить за него и за прекрасную жизнь. И дай Бог, она еще длится долго-долго. И как ни мол, наш театр, чтобы в следующем его юбилее все мы влезли, мы даже еще места бы свободные оставали. Хотя лучше все-таки всегда перее аншлаг, чем свободные места. Поэтому я думаю, что то, что и здесь перее аншлаг, прекрасно. Роман Савельевич, за вашу жизнь полную аншлагу! Мы пионеры актерского цеха. Падик, Сережа, Светлана, Паркан. Зная, что будет сегодня посеха, мы принесли пионерский стакан. Мы пионеры от цеха актеров. Вадик, Светлана, Паркан и Сергей. Скажем в корам, что Малкин – опора! Малкин – опора! Аплод – опадей! Светлана, Паркан и Сергей. И мы с тобой-то сдох. Скачки и попрос. Тебя ночью, дровной. И марш! Посмотрите, вот он по театру идет, элегантный такой, руку всем подает. Вам защищать здесь неприятно, немного пройти, вам поможет квартиру, И деньги найти, вот в третий и четвертик пути. Ах, как смело, как нагло, как мило, Два квартала — это сила. И отрыть теперь хорошо, Грома в свет несется и стало. Больше пусть не будет сава, Но будет навеки. Ну шо? Посмотрите, вот он со статом синий, Как орел молодой девка в ноги глядит, И не сделал тот шаг, что последний пупи, Потому что опять ему нужно пройти Четыре, четверти пупи. Миропа, страна моя родная, Четыре, четверти пупи. Я другой такой страны не знаю, Где в такой родился человек. И о другой такой страны не знаю, Где в такой родился человек. Служи корява и убога, Словно речка черная течет, У жакам везде у нас дорога, А вот умных блин наперечет. Их голос ласковый и нежный, Снал и слышал каждый пионер, С ним заведовался даже прежний, Он для Ельцина и сейчас пример, Широка спина его крутая, Мы с долей, как будто за стеной, Мы другой, второй спины не знаем, И гордимся мы твоей спиной, Мы другой такой спины не знаем, И гордимся мы твоей спиной, От Москвы до самого Сарамска, И обратно он пешком прошел. От Широка и Райда Вербянска Знают все, и он на ем ушел, Наш театр глазом не обшарит, Коридор от всех не обойдет, Наш директор, друг наш и товарищ, Он нас любит, слышит, Парайкова! От Паршучка его без края, Он в ней комедий парсов грамм, Это он из старого старая, Нам построил обалденный крад, Это он из старого старая, Так вот, Несмотря на то, что наши вкусы во всем не совпадали, У него безусловно чутье было на то, Что может быть интересно, Нужно и важно зрителям, И, конечно, он умел ценить талант, И поэтому он выбирал определенных режиссеров, Поэтому ему нравились определенные артисты, Поэтому он ценил спектакли, Которые даже далеко не всегда понимал и принимал, Это широта взглядов большая редкость В нашем театральном мире Я поздравляю Романа Савельевича, Который все это вот выдержал, Выдержал и сегодня рад по-настоящему Всех! Я поздравляю всю нашу большую компанию, Весь наш большой дом, Дай нам Бог силы, И силы, Перзать друг друга, И любить друг друга, Вы можете любить и есть, Перзать друг друга, Которого не дать. За всех, за нас мы сейчас не денем. Поправьте, поправьте, говорят. Я хочу вас поздравлять. Мы всем городам проехали, И везде поздравляем. И пора ли работать? А тем не менее, я хочу поздравить, Что эта пренера прошла у нас в Ленинграде. Прошла успешно, Правда, вчера студенты, Чудник, Разбили тут много чего, Что надо было еще капитальный ремонт. Проводили, Поправьте, 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 Который собрал хорошую команду. Настоящую. И этой командой командовал, И скомандовал такой спектакль. Еще раз, Я вас всех поздравляю, Желаю долгого летия Этому спектаклю. И с помощью Патрика, Я думаю, Пойдет по Европе. Даже в Австралию. Давайте задержим. Да, друг? Поверить в это сложно. Был когда-то молодым Наш директор осторожный, Малкин Шаймич Руин. Ну что еще добавить? Ну что еще сказать? Конечно же, Поздравить. Конечно же, Обнять. Делиться счастьем громко, Завидовать опять, Есть бутерброд в сторонке, И тосты поднимать. Ах, молодость, Ах, юность, Прекрасна ты всегда. И в нас проснулась Юность, Хотя не те годы. Хотя семья и дети, И бы-то тяжкий груз, Но нынче на банкете Мы славим наш союз. Мы славим наш союз. Возможности, Ресурсы, И опыт, И багаж, И выбранные курсы, И творческую плащ, Ошибки, Заблуждения, И поисков полет, Победы, Поражения, Посадки в самолет. Мы мир и искусство славим. И вас, И нас, И всем. Сегодня в малой траве У вас, У нас, Успех. Ура! Осень листья С деревьев сорвала, Расплескалась Плакучим дождем, Все, Что будет, Еще не настало, А прошедшее, Кажется, Сном. Настоящее Так ощутимо, Так прекрасно И так вместе с тем. Непривычно И неповторимо, Как с морозу Кукет-Хризантем. Счастья, Власть и пройдет, И утратится, И обретется, Словом, Тот, кто идет, Тот дойдет. По осенью листья С деревьев сорвала, Расплескалась Плакучим дождем, Все, Что будет, Еще не достало, А прошедшее Кажется, Сном. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кажется, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ За тех, Кто трубу подает, За тех, Кто в гримерных метет, За тех, Кто заплаты нам шьет, За тех, Кто зарплату дает, За тех, Кто теща пострижет, За тех, Кто спектакль ведет, И нашу невинность блюдет, За тех, Кто финансы кует, За тех, Кто финансы клюет, За тех, Кто автобусы ведет, Кто в кассе билет продает, За тех, Кто контроль на билете оторвет, И когда вы начнете тонуть, вспомните, что вы играли братья и сестры и дом, играли голдамус. Вы обязательно выправите. Малкин птичка 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 Огромная мысль, докладываю, в планах честных лагаем, спектаклей много, работая беспробудно, мы все, как товарищ Малкин, поставим, но всех поставить разно трудно. Как вы одеваете все это нищ и оголь, ширится добыча денег и жидриль, а вот вокруг меня, мой милый, так много, много всякой дряни, ерунды, что не распеваешь отбиваться и отгрызаться от всяких шаловливых ног и рук. Очень много разных иностранцев болтается по театру, в театре и вокруг. А к вам, товарищ, какие своры просителей, душителей все тянется и тянется. В основном, конечно же, актёры, Покшалимые, Тунеядцы, Разблётники и пьяницы. Все сцены в озёнах, мы сдаемся в катере! Вот, пожалуйста, это, наши песни и танцы. Гоните вы все, как чёрные милатели! Пусть теперь вот тонут в своих бассейнах, засранцы! Мои, товарищ, слова выливаются не по службе, а по душе, товарищ Малкин. В вас влюбляется, товарищ Малкин. И вы явились уже! Товарищ Малкин, на роялях и лирах, на сценах, покрытых снегами и дерьмом, В ваших, товарищ Малкин, квартирах думаем, играем и просто живём! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Повторить! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы понимаете, в чём моя заслуга в этом театре? Не в том, что я перегомал «Коловидор Гумштейн» для многих дедомах. И школу строил, и пульпро-светучилище строил, и здесь строил. И можно было ещё дальше строить, ещё дальше занимать. Самое главное, что я понял природу театра. Мы начали с Валерием Васильевичем работать, когда 36 человек сидели в зале. 40 человек было на сцене. Это было очень грустно. И самое главное, самое главное – не было спектакля. Одни были женатые женихи. И я понял, что такое театр. Театр – это хороший спектакль. Такой спектакль, который привлекает зрителей. Загнать людей на 3, 4, 5, 6, 10, даже 100 спектаклей может каждый. Нанял стол полномочий, и по одному билету продадут. А театра не будет. Главная моя заслуга в том, что я вырестил этого человека. Если сказать словами Тараса Бульбы, я его родил. Все остальное сделал тоже. Я тоже одного растил. Тот говорил так. Хоть ты меня родил, но я тебя убью. Наоборот. Вы думаете, что легко с новой работой? Не думаете? Нет, не думаю. Не понял. Преданность его к театру. И самая главная талантливость. Которые создали многие наши спектакли. И они, по существу, дали вход нашему театру. Я очень рад, что я в уборной тебя искал. Я не стеснялся. Я человек очень целеустремленный. И если мне нужно, я в самую уборную лезу. И решу то, что необходимо. Поехали еще в детстве не раз. Поехали ко мне в Мурске и говорит. Роман Савельевич. Левый Браус стоит по уборной и смотрит. Я ей говорю, ты не волнуйся. Пусть им ближе. Копается в дерьме. Потому что в театре очень много дерьма. И надо это дерьмо вычистить. И своими спектаклями он многое сделал, чтобы вычистить это дерьмо. И театр стал одним из лучших в городе. Театр полюбился за границей. Большое вам спасибо за то, что вы меня поддерживали за все время. Большое тебе, Лёва, спасибо за то, что мы с тобой все-таки сработались. Если б я тебя слушал, то уже половина говорит, чего отсюда возьми. Не было бы пьющих, не было бы... Особенно Калашникова. Я люблю воспитывать людей. Люблю воспитывать людей. Передавать им опыт. Не жалея, не так, как режиссеры. Режиссеры, они же не передают опыт другим. Хотя передавать режиссерский опыт другим, это все равно, что... Передать я не знаю, что... Учитель должен родиться. Режиссер должен родиться. И он должен родиться один по многим дням. У нас в администрации можно передавать свободу. Передать можно взять? Да. И очень рад, что Александр в газете написал, что я был его первым учителем. А было ведь так. Он у нас проходил практику. Осталось так. И я его сразу взял в себя администратором. Я говорю, ты хочешь работать? Хочу. Вот была такая система организации отчетов театра перед зрителями района. Повез его в Гатчино. Собрал там секретарей райкомов. Кого там, когда надо было. И решили мы провести эту работу. Я его спрашиваю, тебе ясно? Ясно. Вот я тебя спросил. Сделаешь? Хуже администратора. Потом ему дали. Гродно. Это был ужас один. Так выросло. Так выросло. Немногие другие, с которыми я работал. Я желаю, Давиду Абрамовичу, долгих лет жизни в этом театре. Долгих лет жизни в этом театре. Я думаю, что ты уже все понял, что тут творится. Все будет нормально. Все будет нормально. Вот девочка пришла на практику к нам. Я узрел, что с этой девушкой можно сделать толк. Воспитать ее. И сделать хорошего администратора. Дай Бог ей, чтобы она этим занималась. Потому что она очень серьезная. И очень серьезно относится. Я очень боялся, что она проведет эти востроки. Я просил Нелю, ты подстрахуй, помоги, если нужно. И она блестяко справилась со своей работой. На 50-х плюс. Близко? Ну, поскольку я остаюсь в театре, я думаю, что я не буду сидеть в кабинете. То, что нужно от меня помощи. Каждый получит совет, помощь. Самое главное, что мы слушаем. Что я говорю еще. Большое вам спасибо. И за прошлый вечер. И за этот вечер. Большое спасибо управлению комитета культуры. То, что они могут, они тоже авантюристы. С авантюристами, они выбили денег. Это что, чтобы сделать вентиляцию. Мы разговаривали у одного великого начальника. Сидели, сидели, говорили, говорили. И вышли. Я спрашивал. Владимир Борисович, тут только можно и поговорить. Наверное. Мы были с вами. Где можно решать? Он говорит, пошли туда, где мы решать будем. Ну, пошли. И мы решили этот вопрос. Сделали вентиляцию по последнему условию техники. И много-много можно чего сделать. Теперь нам выделили миллион рублей для дальнейшего расселения квартир. Это мало. Ну, мы решили, что будем добиваться. Еще минимум для того, чтобы поселить эту квартиру, которая находится над новыми гримоборными, надо 3-4 миллиона рублей. Тихона. Вот очень большое такое тишина. А тут и идёт. Идёт. Ну, тут и тишина. Тишина. Это обеспечение можно сделать. Потому что у нас надо продолжать работать. Больше сестра может быть. Будьте вы все здоровы. Примените счастье. Счастье! Получайте хорошие роли. Играйте их хорошо. Поднимайте марку нашего театра. Не давайте ему опускаться. Не давайте ему опускаться. Сделайте так. Когда вы выпустили братья и сестры, билеты спрашивали на Невском. И платили за сколько в Бразилии? Сейчас их поменьше. Снова вернуться к этому, чтобы билеты спрашивали на Невском. Вот чего я желаю нашему театру. Еще раз будьте здоровы и счастливы. Роман Савельевич встретил 90-летие на посту подсчетного директора нашего театра. Уже несколько лет его нет с нами. Но есть театр. Малый драматический театр. Театр Европы на улице Рубинштейна. Которого не было бы. Или который бы был совсем не таким, если бы не Роман Савельевич Малкин. Квадратные метры жилплощади превратились в квадратные метры художественного пространства Малого драматического театра. Театра Европы. Спасибо огромное Роману Савельевичу за это. Спасибо ему за то, что он был потрясающим, интересным, удивительным и во многом остающимся до сегодняшнего дня загадочным человеком. Роман Савельевич ПЕСНЯ 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 На белом свете есть безответная любовь. Я не хочу судьбу иную, Мне ни на что не променять Ту заводскую проходную, Что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, Но не сменяю адрес я В моей судьбе ты стала главной, Родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, Родная улица моя. 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 Продолжение следует...